Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что смотрите, следите за ситуацией. Игорь Масичук на связи. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители. Действительно много событий. И Сергей Котов ушел на дно. Показали, собственно, атаку дронами морскими по этому кораблю в районе Керчи. Нефтебаза горит в Белгородской области. И, собственно, эта картинка, она абсолютно по-другому искривленно отражается непосредственно на фронте. Потому что есть официальное сообщение от наших украинских генералов. Там Тарнавский сообщает, что сейчас все силы брошены на Новомихайловку. И продвижение, оно как бы не останавливается. Наступление российских войск на передовой. Вместе с этим в Киевской области на севере замечены, ну вот прям, прям вот люди передают, пишут, сообщают, общаются. Что прям очень много техники строительной. В общем, начинается фортификация. И нужна она, наверное, да, для севера, для того, чтобы прикрыть. Но все-таки много вопросов к линиям обороны непосредственно на передовой. Как вы видите эту ситуацию и на что обращаете внимание всех нас? Ну, смотрите, я связываю фортификационные действия сооружения на севере с угрозой непосредственно Киеву. Почему я об этом говорю? Потому что даже буквально перед эфиром получил информацию, наши американские партнеры предупредили наших руководителей вооруженных сил о том, что в ближайшее время, в ближайший месяц-полтора может начаться новое полномасштабное наступление на Киеву. Притом просматриваются еще два направления. Это Одесса-Бессарабия с целью создания анквала. То есть, отрезать Одессу, ну, грубо говоря. И суммы. Опять же, я думаю, с целью создания анквала Харкова. Ну, то есть, это самое. Ситуация серьезная. Насколько я понимаю, не только укрепрайоны строятся, а еще и перебрасывается техника под Киев. Вот, не будем говорить, какая, где и откуда, потому что это, как бы, составляющая военной тайны. Естественно, я, ну, пока не вижу сил наступления русских по этим трех направлениям. Я понимаю, что одно из них, кроме фронта, может быть реальным. Ну, что аж три, ну, мне кайф. Пока я не вижу сил. Но одновременно я и не вижу, чтобы хватило нас, ну, грубо говоря, на то, чтобы в случае такого вот полномасштабного наступления удерживать три направления. Поэтому тут новыми красками заиграла информация, недавно озвученная Пентароном, что Киеву, ну, то есть, нам придется выбирать, какие города защищать. Помните, было. Ну, насколько я понимаю, господин Тарнавский, наверное, последний день сообщает что-то, потому что я вчера еще опубликовал наказ министра обороны Рустема Умерова об выведении в резерву министра обороны ряда замов руководителя генерального штаба, ряда генералов, которые направлениями руководят, и в том числе, собственно, генерала Тарнавского. Я так понимаю, что должен быть еще указ президента, по некоторым, ну, по некоторым нет. Я хочу сегодня, кстати, вот закончу с вами интервью, хочу записать интервью сам с Валерой Карпунцовым, это народный депутат двух созывов, доктор юридических наук, заслушанный юрист Украины. Хочу обсудить с ним вопрос как раз законности вот этих чисток в армии, с юридической точки зрения, потому что, ну, мы же понимаем, что существует законодательство, существует устав вооруженных сил, а понятия карт-бланш, ну, как наш президент сказал, не существует. И у меня такое стойкое впечатление, что нам в двери постучал 1939 год. Что мы понимаем, что вот-вот сейчас, ну, начнется еще более полномасштабное, ну, наступление, а нам нечем заняться, и мы решили в один день всех в резерв отправить. Неприкасаемых нет. Кадровые замены нужны. Я абсолютно, ну, согласен. Возможно, и все, которые происходят, нужны. Я не знаю, за это отвечают, ну, другие люди, да, как бы. Но я точно понимаю, стратегически понимаю, и я думаю, большинство наших зрителей понимают, что в один день нельзя схлопнуть генералитет, командование бригад, батальонов, полков, чуть ли не зародных. И, ну, мы понимаем, что лавочки с запасной-то нету такой. Ну, то есть, вот поэтому я оцениваю это как 1939 год прошлого столетия. То есть, кто-то возомнил себя там Иосифом Виссарионовичем, мою ту же трубку прикупил. С Френчей и так не вылазил, ну, грубо говоря. Ребята, другая война, другие времена, другие технологии, другое обучение. Просто талант саморода, как сто лет назад, это другое. Техническая война. Ну, нельзя увольнять людей по принципу, если ты дружил, работал, соратник, ну, учился там, и у тебя прекрасные отношения с зауздым, а он политически не угоден банковым, то мы тебя зачистим. Но так нельзя, это не работает. Это опять на разъединение страны, о чем мы не раз говорили. При том момент, когда мы ожидаем наступления с нескольких сторон, и в том числе на столицу. Ну, мне это напоминает чисто диверсию. Мне там сторонники Сталина могут сказать, так Сталин же вырулил. Ценой чего? Каких потерь территорий, и самое главное, какого количества потерь людей. И зачем повторять ошибку, если мы исторически знаем, ну да, эти все вещи. Для меня это непонятно. Про седание фронта, у меня есть два ключевых вопроса. И они относятся ко всем руководителям прошлым, нынешним, как вооруженных сил, так и в первую очередь, это военных администраций. Ребята, там должно быть три линии обороны построено. А вместо этого видим фигу, как говорится. Нифига там нету. Цепляются наши войска за ставки, яры, населенные пункты. Кабами это все сносится. Потому что нету укреплений. Говорят, укрепления не выдержат капу. Ну, конечно, прямого попадания 500 тонн, но не выдержат. 500 килограмм. Полтонна. Но это самое, ну, ребята, это все равно, что лучше, чем ничто. Это лучше, чем те потери, которые мы несем. Это раз. Второй аспект, опять же, связан с чистками, о чем мы говорили. Понимаете, когда у людей возникают такие надломы в тех, кто воюет, как с Авдеевкой, да, ну, произошло, когда этот выход был хаотический, неуправляемый, когда были потери, когда были массово пропавшие без вести, да, пленные, ну, и тому подобное, и никто не понимал, что как. У людей начинается внутренний, да, этот диссонанс. А тут еще и меняют начальство. Ну, сверху. Как это психологически действует на человека? То есть это комплексные вещи, которые надо останавливать, которые надо делать. Плюс до того, ну, я рад, что хотя бы на Черниговщине, на Волыне, на Киевщине, да, начало строительство на севере сооружений оборонительных, может успеть. Ну, так будем говорить. Но меня интересуют две вещи в этом плане. Почему это только сегодня? И вопрос может успеть. Вторая вещь – это по Киевской области. Вторая вещь – это Чернобыль. Какие предприняты меры? Я надеюсь, дорогу хоть заминировали, то что Арахамия построил в Великобритании к границе с Белоруссией. Ну, что где получилось, что опять на легковых машинах приедут, срачей надают, этим срочникам назвали, и станцию захватят. Ее не отдадут больше, как в первый раз. Пример Запорожья показывают. А иметь за 60 километров от Киева, да, в Чернобыле Анквал, который на ядерном топливе, да, на гипергрязной ядерной бомбе, который можно шантажировать Европу, потому что все же понимают, что Чернобыль – это Европа, кроме всего. Ну, надо думать, будем говорить. И что касается за пределами Киевской области и пределами обороны Киева, ну, глав областных военных администраций, которые занимались, скажу грубо, пиздингом денег на строительстве оборонительных сооружений, на строительстве жилья для перемещенных лиц. Их надо увольнять. Вот там чистка нужна. Вот там серьезная чистка нужна. Там должен заходить набушник к каждому кабинет, СБУчник с ним, и выводить, потому что наручник, можно без камер. Мы потемнили. Но результативно. Во-первых, деньги возвращать, которые еще не успели за границу, ну, вывести. Во-вторых, хотя бы сейчас начать что-то строить. Потому что я слабо понимаю построение фортификационных сооружений на территории от Харькова до моих родных водок. Я знаю, где что есть, я не буду говорить, но я слабо понимаю. То есть, если я слабо понимаю, я говорю, то есть, ожидаемо это может быть территория, за которую опять начнут хапаться, и непонятно будет, какой результат. Более того, если кто-то думает, что большие города, такие как Харьков, как Полтава, как Днепр, как Кривой Рог, что они будут выступать в виде крепостей, как Мариуполь, Бахмут, Авдеевка, то, по моей информации, по моему пониманию, что происходит на фронте, да, сейчас, собственно, такого уже не будет. И эти города будут просто обходить. Ну, вот плюс-минус то, что у нас происходит на фронте и около. Да, я хотел бы о Киеве поговорить. Тут Кличко для Республики в итальянском издании выдал, скажем так, претензию, да, о том, что не объяснили причин увольнения заложного, это деморализует, это вводит в какой-то ступор, непонимание, что происходит. Ровно как отголосок того, о чем вы сказали выше, выглядит этот материал. Но сегодня приходят очень такие яркие картинки. Игорь Владимирович, выдубычи плачут. Протекает станция метро, это, наверное, по-залужиному плачут выдубычи. Смотрите, у нас существует большущая проблема в обществе. когда люди, которые отвечают за что-то прикладное, начинают лезть какие-то высокие материи, которые их работы непосредственно не касаются. Я понимаю, что Виталий Владимирович там уровень общения и тому подобное высокий. Более того, я понимаю, зачем это было сказано по-залужиному. Но есть три но. Во-первых, я читаю иностранную прессу, стараюсь читать в оригинале с помощью транслейта, правда, я не знаю всех европейских языков, потому что я иногда выставляю фото с немецкой газеты или итальянской. Я, кстати, общаюсь с редакцией для Республика и даже подписываю иногда. То этот самый ну с помощью переводчика но читаю, потому что если третий перевод понимаете, то потом можно ну черт еще какую информацию получить. Значит по этой статье что я должен сказать? Киев киевляне жители столицы, то есть киевляне и гости, потому что многие приехали после начала вторжения, да, они практически на 90-95% поддерживают за ужин. Считают увольнение его ошибкой президента и тому подобное. Я это знаю точно. из общения с людьми самому. Более того, моя дочь проходила на одном из телеканалов практику, снимала несколько опросов людей на улице, стендапов этих, и через синхрон вообще, неважно. Короче, смысл в том, что она не могла найти, кто поддерживает, кто возник. Вот она хотела для баланса найти кого-то, ходила, ходила и никого так и не нашел. Клишко решил этим воспользоваться для поднятия собственного авторитета. Давай-ка я поддержу Залус, но в моих киевляне все против его уволения, вот я поддержу. Это один момент. Второй момент, многие говорят, а почему это сделано там, и все вот эти интервью украинских политиков, такие серьезные, выходят в западной прессе. Того Залус на вода был материал, который вразрез с офисом шел, Кличко и тому подобное. А я хотел бы посмотреть, кто, какое украинское издание напечатало подобное интервью. И что бы с этим изданием произошло? Я подозреваю, что либо на тюряшку поехал бы и потом под домашний арест, как блогер Корнейчук с запретом к соцсетям приближаться, либо просто перекупили, разорили, ну и тому подобное. Коммерческими вопросами издания могут заниматься ну вот сколько влезо. Ну какой Кличко, какой Залус, какой это самое, ну даже Масичук там, ну это единицы людей, кто позволяет себе брать у меня интервью. ну я знаю, что я говорю, потому что людям перезвонят после первого материала, говорят, его не надо, людям не звонят, извините. Поэтому Кличко и же с ним и все начинают работать с западной прессой, проигнорировать которую, потом наши издания как бы пока пока не могут. Это второй аспект этой публикации ну выводов. Ну и третий и самый главный. Виталию Владимировичу не ответил на вопрос метро глобальный, не просто вырваться там или вырваться или это самое глобальное, не ответил на этот вопрос, а я его ставил в том числе и в ваших эфирах. Повторюсь, это во-первых все, что происходит с киевом метростроем и украденными восьма ярмами, где Абрамович, Хамутынник и Фукс контролировали процесс и теперь кто в Монако, кто где, кто в Лондоне с этими ярмами, 8 ярм, рубом и нет. Это один момент и второй момент это руководитель киевского метрополитена, который руководит практически с момента избрания последнего Виталия Владимировича по сегодня, который уволил, расформировал ремонтные бригады, появилось две фирмы его родственника, через которых бабло по факту никто ничего не обследовал, не поддерживал, не ремонтировал, течет вода, там не строится, там не растет кокос, как в этой песне, а Виталий Владимирович нам о заусте. Я не против услышать о заусте, но после метро. Вот я, если бы когда-то работал в Киевсовете или брал бы интервью как журналист, я бы спросил, окей, заусте, позиция понятна, с метро что? Ну так с мостами, с метро, да? С мостами что? Ты должен, говорит, меня президент не слышал, да ты, знанный в мире спортсмен и политик, должен был прийти на Кабмин, взять за галстук Шмыгаля, вот так поднять рукой и сказать, мосты падают, война идет, мосты падают, технику перебрасывать не будет, через что? Людям ездит, ну, то есть, коллапс. Не хочешь давать нам денег, чтобы я ремонтировал? Берите в агентство, грубо говоря, виднования, ну, в котором Мустафан Айин, видновлюйте, правильно? Ну, то есть, не важно, кто будет пилить бабло, важен результат, мост, метро, то, что люди ощутят. Но он же этого не делает. Он ждет, чтобы принесли бабки ему, вот для него есть люди, которые их пошаткуют, и все. А Кабмин не несет, потому что там есть своих, кто шаткует. Потому что виднование это агентство выделило четыре ярд денег на строительство оборонного сооружения, куда спрятать машинный зал Днестровской ГЭС. И выделило фирме Элит-1, Элит-бут-1, которая, Александр, думаетесь, директор такое, болейка Денис, а связан он непосредственно с организованным преступной группировкой Черепки, которые руководят братья Череповецкие с этого, с Житомира. Один был в Ежелезамом, ну, министра обороны раскрадали, когда распродавали остатки, что им от попередников, ну, еще не продали. Второй, там, ГОСКОМЗЕВАМ, руководил, ну, ребята классные, короче, компания Элит-бут-1, связанные с ней компании, выигрывая за последние года, ну, не больше десяти лет работают на тендерах. 780 тендеров, Александр, власть менялась, а те, кто пилил, и пилил. Два уголовных дела на людей в СБУ, два, но этой компании четыре ярда стройте. В связи с Россией все равно четыре ярда стройте. Какой мост, какой метро? У меня вопрос, вас не устраивает Виталий Владимирович, увольте, выйдите киевлянам. Второе, вы его же так отодвинули, есть глава военной администрации, пускайте деньги через него, если вы не хотите, чтобы те пилили. Пилите сами, ну, делайте же что-то, вы не делаете, вы только пиздинг делаете, то есть вы как последний день помпеев все разворовываете. Это относится в том числе к тому, что мы перед этим говорили, к оборонительным сооружениям. Где линии оборонительных сооружений? На Запорожье? На Дефрагатровщине? На Донеччине? На Полтавщине, моей родной? На Харковщине? Где? Пощупать? Можно прийти и увидеть? Я не буду рассказывать. Ну, вообще-то как бы не шибко большая тайна полномасштабная. Мне вот как бы я тут тоже так сокрушался в вопросе немом, да, вот приводя в пример линию Суровикина, когда ее сразу с космоса сфотографировали и показали, опубликовали в средствах массовой информации, знающие люди мне потом, ну, там, за кадром объяснили, что это не тайна. То есть если это есть, если это три эшелона, это все видят спутники, космос, то есть ты спокойно можешь понимать хотя бы, да, вот, то, что вы называете пощупать, если фортификация есть, ее видно. Ее видно всем. Я об этом пощупать, я не собираюсь щупать на каждом метре, там для всего специально обученные люди есть, чтобы посчитать, сколько песка, щебня, бетона, железа и тому подобные звезды, нуля, будем так говорить, чтоб культурно опять не будут монетизировать, скажут, не потому, что Майфичу плохое материться. Да, это такое, тут, понимаете, тут другой вопрос. Все знают, все говорят, даже власть нам рассказывает на Майдане 3, да, каком-то придумали себе, что 21 мая может начаться как внутреннее цунами, так дипломатическое цунами, ну и враг, конечно, не остановится и на фронтах, правильно? Это все понимают, что Май критический, ну, для страны. Где линии, где строительство, чуть ли не журналисты заставляют чиновников строить, кричат, блогеры, понимаете, ну, то есть сумасшедший дом происходит. Более того, нам сгородовую, скачевую сказку эту про Майдан 3. А какой Майдан? Вот последние рейтинги открываем. Президента поддерживают сколько там процентов? 70? Послушайте, Александр, я вам скажу, социологи, так как и политологи, так как и журналисты, берутся в плен системы. Я не верю ни одному рейтингу. Я знаю одно. В городе Днепр, который дал чуть ли не самый большой результат, а может самый большой после Кривого Рога за Владимира Александровича в 2019 на выбор, ненависть к Зеленскому зашкаливает сейчас. Его не воспринимают, понимаете? Поэтому я не могу этот рейтинг оценивать. Его пишут на коленке, ну, рейтинги такие. Проблема существует. Президента о ней предупреждали, я в том числе, что эта проблема будет. Вы же посмотрите, что происходит. Поднял тот же Карпунцов в декабре, да, вопрос в блоге, написал большой блог о конституционном кризисе, ну, который в связи с легитимностью, ну, возникает. И написал три варианта, как выйти, ну, с этой ситуации. Никто ни по какому не прошел, так что вы его там слушали. Потом я поднял, еще люди, да, поняли, информационное поле стало насыщаться. Еще было время поступить по закону, избрать вариант, ну, по которому разрули, но это же решили не делать. Ну, зачем нам закон? Зачем нам конституция? Потом люди, которые брали по 30 евро со студентов на зачетку, назвав себя конституционалистами, вылазят на голубом глазу на экран и рассказывают, что президент будет действовать, пока не изберем нового. Мой в следующем столетии, ну, я же не знаю, когда. Когда закончится война? Ну, этого не знает никто, но мой Торестовец знает, но это не его слушают, я же не знаю, два, три дня, там, две, три недели, два, три года, я не знаю, кого они слушают. Потом выдает, думайте, юрист, доктор, не знаю, за сколько, доктором стал, выдает, что закон о военном положении выше от конституции страны. Я когда это услышал, то, я думаю, надо написать, лишать докторской степени, ну, за такие утверждения. А потом вообще меня шокировал. Говорит, мы подписали со всеми фракциями парламента договор, что до конца выборов, ой, до конца войны выборов не будет. Ну, во-первых, кто подписал? Главы фракции, кто их уполномачивал, что это за орган? Во-вторых, подписали в рамках диалога в МОНЕ, то есть консультации с Европейским Союзом. Там Питер Кокс присутствовал. В-третьих, в-третьих, вы сами себя задокументировали. Вы сами задокументировали желание действовать не по закону, а узурпировать власть. Этот документ будет доказательством когда-то в уголовном деле. Ну, и в конце концов, главы фракции оппозиционных, ну, и тому подобное, они же не подписывались под вечным правлением. И когда сейчас они поймут, что вы их просто использовали, то я же не знаю, какая реакция будет. Завтра выйдет Петр Алексеевич и сказали, послушайте, мы не подписывались нарушать Конституцию. Да, выборы невозможно сейчас провести. Надо изменить законодательство. Надо провести подготовительные работы. Если выборы не проводить, трансфер власти, ну, понимаем, да, то есть, при чем узковзятый, ну, вот этот вопрос, ну, просто превращают это все в шизу. Эти люди рассказывают, я думаю, ну, может, это я там с одним человеком пообщался, может, я ошибаюсь, я начинаю звонить бывшим судьям Конституционного суда, бывшим главам Конституционного суда, ну, известным юристам-академикам, представителям Конституционного суда, да, и все мне в один голос, ну, подтверждаем то, что я не первый день говорю. Параллельно я узнаю, что у нас оказывается Конституционный суд, право, ну, правоотношения с ним ломали, но не один день. Например, есть такой известнейший, один из самых известных на сегодняшний день юристов нашей страны, академик Селиванов. Он был 15 лет представителем парламента в Конституционном суде. Он защищал не депутатов, не политические силы, а право. У нас большинство менялось сколько раз за эти 15 лет. А он представлял право, представлял Верховный Совет, и Верховный Совет всегда был доволен, ну, потому что представление было достойным. Его уволили по радио. Едет Селиванов академик с Конституционного суда, включает радио в автомобиль везут его, а радио сообщает, принято такое решение. Так это маленький вопрос. Я молчу о господине Тупицком, главе Конституционного суда, которого загнали за моря, а теперь он выиграл суды, понавился и является судьей Конституционного суда действующим. А выходит этот же товарищ, который зачетки, ну, что я говорю, который представлял президент, выходит, говорит, мы не будем обращаться в Конституционный суд, ну, и вот этот же перечень, что мы разобрали. Через два дня президент подтверждает, почему не будет, объявляет конкурс на суде Конституционного суда, потому что я подтверждаю, что то, что Зеркало недели писало, правда, господин Смирнов и другие юристы подготовили поданья в Конституционный суд по полномочиям президента, но они боятся его подавать, потому что не знают результата, и тут они решили, что Конституционный суд надо доизбрать, до этого он нафиг был не нужен, его разгоняли, ноги вытирали, помним, да, все, а тут оказывается надо, но это все, что мы говорим, вот эти юридические нюансы, частности, ну, все вот это, оно подрывает страну изнутри. Вот, поэтому надо молчать и не работать на Кремль, который хочет в конце расшатать. Поэтому тот, кто говорит правду, он Кремля, рука, нога, ухо, наушник, нос, я не знаю, какая часть тела, можно меня называть членом Кремля? Ну, я извиняюсь, смотрите, тут просто это смешно. Не-не-не, вы когда вот это про члена Кремля, здесь нужно понимать, в каком состоянии, да, то есть вялом или бодрому, вот так вот я выражусь, потому что тут тоже как-то лены бывают разные. Александр, вы не первый день и не первый раз со мной общаетесь, я вообще-то всегда бодростью отключался. Вот. Насчет Кремля пошутил насчет члена нет. Думаю, будет подбираться к ихним дупам очень серьезным коллективным членом украинского народа с такой бодрой, стоячим, бодрячком. Знаете, анекдот расскажу, в тему. Не про член, но в тему. Значит, приходят казаки к Гетьману и говорят, Гетьман, у нас для тебя две новости. Одна хорошая, вторая плохая. Он говорит, ну давайте с хорошей, логично. Они говорят, Гетьман, мы тебе сало хорошего принесли, такого хорошего сало. Он говорит, так а что ж тогда плохое может быть? Так мы им кол будем намазывать, на который тебя посадим. Понимаете, вот это о нашей нынешней ситуации, жизни и тому подобное. Поэтому можно сколько угодно шутить, но люди, которые украинским народом в 2019 году были наделены высшей властью в нашей стране, президент, депутаты, министры, которых они породили, они несут руину. Вот товарищи с банковой, они перечитали из русских книг. И когда они придумали новый Майдан-3, спецоперацию, они ее назвали смута. В Украине смуты не было, это там. В московском государстве смута была, даже смутное время было, так называют, когда наши казаки приходили дважды в Москву проведать. Во главе с Сагой Дашим. А у нас была руина. И вот эти вот товарищи, вот эти вот, которые в 2019 наделил народ, мудрый украинский народ, властью, они сеют руину. Они творят руину. Руину внутри страны. Руину на международном уровне. Это же как надо постараться, чтобы за два года ближайшего и чуть ли не единственного союзника во врага превратить экономическое. Я про Польшу, если что. По поводу Польши, мы помним, как выглядел Кабмин на границе, который... Ну, так это вообще, это, ну, мне звонили люди, в том числе люди, которые работали в Кабмине, потом я уже там по работе общался с парой бывших премьер-министров разных времен. Им стыдно? Не стыдно. А что стыдно? Не, стыдно тем, кто раньше работал, кто понимал, что такое Кабмин, что Кабмин это не кулна. Я не знаю, с кем вы общались, но уж точно, наверное, не с Азаровым вы общались. А Шмыгаль переплюнул уже Азарова, это премьер-министр, рекордсмен, который ходит, дает пресс-конференцию и, собственно, знаете, можно сколько угодно говорить по-разному, да, там, о Кабмине, о Шмыгале, так он самый рекордный долгожитель на должности. Смотрите, всегда, при всех президентах, при всех составах Верховного Совета, любой Кабмин, эффективный, малоэффективный, ну, разные были, Кабминенты, министры, но они работали, они не занимались гипер-пиаром каким-то, да, какими-то клоунадами и все. Да, эпатаж был, но он не выходил за стены парламента, согласны? Или, если выходил, то парламент шел в Кабмин, но не члены Кабминета министров, а тут вот увявшие члены Кабминета министров припорлись на границу, зная, что никого не будет, сфотографировались и этим не себя даже опустили, им цену и так все знают, они опустили страну этим, покрутили у виска все, но их предупредили, что там никого не будет, и это не место, это не 95-й квартал, и соревнования КВН Маслякова там не было на границе, батлы капитанов не получились. Вчера я видел эту пресс-конференцию, о которой вы говорите Шмыгаля, и меня вот эта история с газом, она меня просто выбила. В каком понимании? Выходит Шмыгаль, и если перевести его словобудие Шмыгаля в нормальный, ну, человеческий язык, заявляет следующее. мы газ, вернее, газ по транзиту через Украину российский идти будет, но зарабатывать на этом будет либо иностранная страна, Словакия, либо консорцию, ну, который международный будет создан. Сразу после этого выходит представитель Европейского Союза, говорит, мы не будем принимать в этом участие, и я понимаю, что консорциум в данном случае может быть частный. То есть ты, Микова, воюй, а я буду газовые рубли считать, создам хаб в Словакии, буду рублики подсчитывать, а для того, чтобы тебе, Микова, винтовку дать, гаубицу, я приду с протянутой рукой в Штаты, в Немеччин, ну, куда-то быть. какая протянутая рука, а для того, чтобы винтовку Миколе дать, у нас Гетьманцев говорит о новом налоге для ФОПов, налог на мобилизацию, в марте ждут предложения и текста законопроекта. Смотрите, наш коллега Влад Сидоренко серьезно занялся расследованием деятельности Гетьманцева, ну, и налогу. Я вам скажу, ну, во-первых, он в прямом эфире купил военную тайну за 5000 гривен. то есть данные об оборонном предприятии. Списался через телеграмм представителям налогов. Там номера есть в телеграмме. Заказал, получил с базы, облатил, чек, протокол, ну, понимаете, все их должно быть. Потом, если он снял репортаж, сейчас вот сегодня вышло еще одно расследование, в Хмельницкой области поднимается вся налоговая, все же молчат, у нас же демократия в стране, вы представляете, если при Ющенко, Порошенко, Януковиче поднялась налоговая целой области Хмельницкой, да, поднимается, вот, уже писали все, на всех заборах каждый утюг кричал, да, все, тут все молчат. А что ж там происходит? Выходит руководительница незаконно уволенная и говорит, ведьманцев возле него Арахамин, Абрамович, который сидит в Монако, Везьмитин, который с Абрамовичем бегает, там мент бывший, еще пару людей в стране, бэк-офисы имеют, все, называются группировкой монакийцы, и крышуют они накладные, хочет, чтобы налоговые накладные на импорт, на экспорт, ну, на все, плати. С каждой литр водки, спирта, плати. Нелегал табак под ними, и вот Кмельевская область решили желтых вод, известную фабрику, где подпольные табачные изделия переместить. Налоговая это руководительница выступила против, ну, понимает, чем это закончилось. Так вот, ее решили уволить, приезжал туда Сокар, правая рука или левое яйцо Гетьманцева, не знаю, замглавы, ну, налоговое. Разруливать бунт этот, толком он его не разрулив, но своего человека на ВО они поставили. Я на это все смотрю, а Данила на голубом, на двух голубых глазах выходит, грубо говоря, и говорит, а мы военный налог ведем, и не на богатых, а на самых слабых, на ФОПов, на Физриц, ну, короче, на всех нас. Нет, это хорошо, так мы уже с какого, с 14-го, да, платим военный сбор? А они его хотят еще увеличить за счет одной этих категорий, о которых я вам сказал. Он же об этом прямо вчера заявил, ну, это прямая речь Гетьманцева. У меня вопрос, я покажу, где взять деньги, я под говорю, Гетьманцеву, готов в эфире прямом вот так вот с ним сесть, рассказать. Я расскажу, где взять деньги, не выходя с эфира. Первое, что делает, и существует второй год войны после оккупации в Мариупольских горсоветах. Какие деньги он пилит? Коммунальное предприятие, которое под ним, Северодонецкий, ну, их там масса, военные администрации с оккупированных территорий. Это все надо склопнуть, деньги на оборону. Как ты склопнешь, это получается, ты отказываешься от органов власти оккупированных территорий? отказываюсь от упырей и мародеров, которые пилят бюджеты городов оккупированных. Например, Мариуполь в конце прошлого года закупил 12 или 15 комплексов этих зубопротезных. Кому коммунальное предприятие зубы, каким жителям Мариуполя будет делать? Переселенцам, наверное. Это бизнес. Это таким образом за счет громады, того, что там от громады осталось, строится бизнес. И это я привел то, что я знаю. А мне пишут десятки с разных оккупированных этих, люди, которые выехали. В Мариуполе хоть там программа и спаек дают, плохой, хороший, не знаю, ну хоть что-то, ну переселенцам дают. А в других и этого не дают. Я бы это все дело схлопнул. Эти деньги были бы. Второй вопрос. Я, конечно, извиняюсь, но аппарат Верховного Совета, например, руководитель штучный и его замы получают в год больше там миллиона, миллион триста. Штучный еще и пенсию пятьсот получают. Покажите мне пенсионера в нашей стране с пенсией пятьсот тысяч и год. Сократи заработные платы, не выплачивать пенсии, если работают. Ну, такая пенсия плюс работа. Ну, Шмыгаль же как говорит, 20 тысяч вакансий мы освободили, треть министерства почистили. Не надо, они выплеснут, эти шмыгалята выплеснут ребенка с воду. Этого делать нельзя. Надо конкретно сделать другое. Какие могут быть надбавки и премии во время войны? Какие компенсации за приезд народным депутатам? Так они не ездят никуда, сидят все. Так компенсации получают. Понимаете, Александр, в чем вопрос, в чем маразм? Кабмин тоже самый. Прекратите людям пояса затягивать, на шее чиновника ремень скоро народ затянет. Ситуация социально нестабильна. И вы сами продолжаете раздвоение. И шмыгаля, не понимая этого, живя в другой какой-то реальности, рассказывает о стабилизации тарифов. А все понимают, что это повышение, а не стабилизация. о военном сборе гетьманцев раскатывают, ну и тому подобное. Люди, вы померяйте температуру за бортом своего авто. Посмотрите на людей, вы что делаете? Проедитесь в метро, спуститесь, не бойтесь. Вы же любите о Черчилле рассказывать, так Черчилль спускался и ездил, не только в фильме, а и в жизни. Пуститесь, пообщайтесь, услышьте. Если, конечно, бить не будут, потому что один мой товарищ, тоже наш коллега, встретил моллюску на улице, начал задавать вопросы. А тут говорит, что вы на меня напали? Я с человеком общаюсь. Ну, там, иностранец какой-то. А этот мой товарищ говорит, подожди. Регистраторы чудят и переписывают, трейдуют имущество твои? Твои. Арма твоя? Твоя. Киевское СИЗО, которое в каким него превратили? Твое? Твое. Нормально. Платные камеры забиты. Было бы больше камер. Я вчера наблюдал две волны пиара от малючки. Первая волна выглядела так. Всех коррупционеров на фронт. Ребята, покажите мне осужденных коррупционеров. Потому что по закону на фронт могут пойти только осужденные. Понимаете? У нас не то, что осужденных нету, у нас сидящих нету. Поймали, сфоткались, заставу внес, кэшем поделился и поехал. Кто в Монако к монокийцам, кто в Лондон, кто в Вену, кто куда. А кто даже не едет дальше пилить продолжать. А он кого-то каких коррупционеров на фронт отправляет? Ну, сам берешь Шанель иди. Потом с обеда вторая волна пошла. Киевское сезло плавные камеры все заполнены. Красивые, красивые такие, как отельные Александр, если бы я не работал в парламенте именно по этой тематике, не прочитал массу литературы, не побывал в других странах пеницетарной системы, я и сейчас общаюсь близко с руководителем пеницетарной службы, одной из ведущих по экономике стран Европейского Союза. все знаете, чем гордятся? Всем минюсты, чем гордятся? Чем больше пустых камер. Значит, преступности уровень упал. А у вас министр юстиции с головы встал на ноги и говорит, у меня камеры все забиты, вот, классно. Ну, во-первых, надо ремонтировать все во-вторых, надо строить сезон, об этом сказал, но не во время войны, но это что, самая первая необходимость сейчас во время войны, и самое главное, ну, надо прекращать нарус права чего века. Ему подонку передали следственный изолятор, а он превратил его в кативник. И это не Масейчук придумал. Это я опираюсь на слова амбусмена Дмитрия Агубинца. Четыре, минимум четыре, а я знаю других случаев, убийства в СИЗО. выдают за самоубийство. Торговля наркотиками чуть ли не на продоле. Передачи кроить, то есть воровать передачи, сейчас вот начали, это было ну, лет 15-20 назад. Я знаю это. Ну, ужас, просто ужас. И этот человек на этом решил поймать пират. А у меня к нему вопрос, мы про бюджет, да, вот только что говорили. Есть выставки рахунковой палаты. Отчет рахунковой палаты есть. Там четко указано, что гражданин Малюськов нарушение законодательства выписал себе, своим замом, руководителям отделов помощи в пять или в восемь, не помню, точно раз больше, чем это разрешало законодательство. И выписал не один раз, а раза три. То есть, не стесняясь, расписывал бюджетные деньги. Я, может, скажу грубо, но он дебил. Почему? Потому что он должен, как министр юстиции, знать, по какой статье и за что сидел в тюрьме Юрий Витальевич Уценко. Если помните, он премию своему водителю выписал. премию, а не помощь, понимаете, три раза и цель. И смотря на валюсик, Александр, я теперь понимаю, почему они хотят узурпировать власть, почему они хотят, чтобы вечно она была, чтобы война длилась, чтобы это самое. Почему? Потому что потом же отвечать надо. Потом придется шкирку визм и скажут, это украл, это выписал, это вывернут, это во время войны, а в семье в каждой потери во время войны, а коллег на улице сколько и тому подобное. И за это все придется отвечать. Придется. Они это понимают. И поэтому коготками вот этими, которыми считали бабки ворованные, цепляются за власть, за эти кресла, просто вот так цепляются, что рвут обшивку в них, а бы их только не отодрали. И это самая большая трагедия нашего народа. И нам придется эту раковую зеленую опухоль вырезать, если мы не вырежем ее, если мы ее не заживим, если заживлять ее надо только примирением внутри страны, потому что эти шпании научились разделяя и власть. Тут церковь запретим, эту преподнесем, потом вот этого загоним, этого поздравим, этого нет. Язык вот так, а вот так не так, а это это. Есть закон. Ребята, живите за законом. Закон не предвидит ваших вот этих броуновских движений, гуманитарных вопросов. Не, ну, если что, можно написать новый закон. Друзья, пишите, что думаете вы, подписывайтесь, ставьте лайк, если не нравится, ставьте дизлайк, главное, не проходите мимо и реагируйте на видео. Игорь Лайберович, завершить я хотел бы темой мобилизации, опираясь на слова Шмыгаля, очень резонансно произнесенные, о том, что, ну, как бы, да, то есть, если ты платишь нормальные налоги, можешь претендовать на бронь. И вот этот ценз, его как бы раз пробный шар, два, вот на моей памяти только там, ну, раза три. Три или я, да. То есть, мы увидели эти пробные шары, общество реагировало, понятно, негативно, мол, что это такое, есть деньги, служу, ну, как бы, не служу, нет денег, отправляюсь служить. Но я так понимаю, что этот принцип, да, налогообложения в обмен на бронь, он будет внесен в законопроект о мобилизации или нет? Смотрите, Александр, я изучаю, отслеживаю, естественно, что происходит с законом о мобилизации, какие там новшества, переновшества, пока там этого нету, хотя я не исключаю, что в зале переиграют, там правок много, что-то поставят на подтверждение, что-то еще куда-то, могут, мол, не радуйтесь преждевременно, этот закон может выйти в конечном итоге во много хуже, чем зашел, в новом ситуации. Теперь по той ситуации, которая есть с Шмыгалем и его этим тупым заявлением. Защиту Родины продавать нельзя. Как только ее начинают продавать, так сразу нивелируют все чувства к Родине. Она не может чувства к Родине измираться длиной гривны. Доллара, евро, чего угодно. Это первый момент. То есть, это исключено с этическим моральных соображений. Что я богатый, я буду жировать по кабаках ходить, а ты, бедный, пойдешь под Авдеевку помирать. Но есть еще второй момент, очень важный. И я хочу, чтобы наш зритель об этом задумался. Эти люди шмыгали коллективные 30 лет сидят в чиновничьих кабинетах, ну, меняются, неважно, ну, на протяжении 30 лет. Сидят вот так за поручь не ухватившись в кресел, отрывают свои ручонки только, чтобы бабло считать, которое им носят или которое на схематозах зарабатывают. И они, они в первую очередь и их дети должны идти защищать страну, которая им дала возможность не только вот такие зарплаты получать, а еще и скорее-то бюджетного жрать никак не нажрутся. Поэтому в первую очередь вот эти люди должны пойти на форум. Думаю, тогда и война быстро закончена. Плюс до этого читаю, кого предлагают бронировать. депутаты в законопроекте. Это уже последнее на этом завершено. Значит, полицейских. Мы их переведем на военный учет, но не все будут под броней. Я категорически против. Есть штурмовые бригады, люди и тому подобное. Я считаю, что все, все, кроме тех, кто имеют явные вазы со здоровьем и не являются кадровыми сотрудниками нас полиции, все остальные должны пройти через фронт, через эти бригады. Я объясню свою логику. Во-первых, вам тоже государство дало полномочия, и вы должны первыми ее защищать. Во-вторых, в каком-то, грубо говоря, мухосранске по окончанию войны, полиция нигде на войне не обладает, а коллег, инвалидов, участников войны, ну, такое, да, будет количество, они эту полицию ни во что ставить не будут. Согласны? Ну, я же воевал, а ты вот тут сидел под броней прятался в полиции. Какое ты имеешь право меня останавливать? Да, выпил я лишнего, да, но я имею право, а ты нет, ты фуфу. Будет такое? Будет. А когда полицейский, и все знают, прошел тоже через это Горнилова, он никогда не даст попустительству ни тем, кто был с ним, никому, потому что он станет в квадрате полицейским, в Кубе, понимаете, да? Ну, это была практика времен СССР, когда афганцы повозвращались, их сразу всех отправили, ну, это был прям путь, да, карьерная лестница. Это не самая плохая практика. Это не самая плохая практика. Плюс я не понимаю, БЭБы, ДБРы, ну, эти, судебно-охрана, они все почему-то тоже под броню. Всех тоже прогнать через фронт, чтобы понимали, как копейку брать взятку, что оно выливается, когда нету оборонных сооружений, с чего мы начинали, да, с вами? Тогда БЭБовцы не откат будут брать, а наручники одевать, если погорят под Авдеевкой, как ребята. Поэтому это с морально-этической точки зрения мобилизация в первую очередь должна торкнуться людей, которые 30 лет сжировались за счет государства и которые силовики государством оплачено готовились в том числе защитить свою страну. Много нюансов. Ну, много. И вот эти там полицейские, которые, ну, помню этот скандал в Днепре, они тоже в чем-то правы. Они тоже говорили, что, ну, как бы... Они воевали, поэтому они... Смотрите, Александр, та ситуация совершенно другая. Эти полицейские не хотели идти в штурмовую бригаду, чтобы не помнить себе карьерные моменты. Но в своем подразделении они готовы были воевать раз, во-вторых, воевали во время провалившегося контрнаступления. Понимаете? Поэтому тут не такая ситуация. Но Днепр была еще одна ситуация. Помните, как человека застрелил молодой патрульный полицейский в спину? Так этот молодой патрульный полицейский в полиции прячется в мобилизации. Понимаете? Он сын чиновника. Он олигарх местечковый. Ну, его семья местечковая олигархи. Кременчуев, Полтавская область. Их папа налоговые площадки Клименко. Ну, державы известные и так далее. Поэтому, ребята, не может быть исключений. Исключений быть не может. Назвался груздем, готовым защищать страну. Одел форму полицейскую, значит, и туда можешь пойти. Да. Игорь Васильчук был моим собеседником сегодня. Благодарю вас за ваше время и ваши мысли. Благодарю вас, Александр. Благодарю наших зрителей и ждем вас всегда рады. Да. Берегите себя всем. Добра и света. Увидимся. Добра и света. Увидимся.